Друзья! Маткульт, привет! Из студии Андрея Павликова, математика МГУ, он же Ломоносов Скул, правильно? Он же Хитман. Он же Хитман, точно! Вот, вот он у меня в гостях. Ну, если честно, это я у него в гостях, как вы понимаете, да? У меня так тут вот, нам еще настраивать и настраивать. Вот, хотя мы настроим, мы настроим. Вот вы настроите, и я к вам в гости по-настоящему. Конечно, да, и тогда будет прям настоящий гость у нас. Ну, в общем, это мой дорогой друг Андрей, и мы сейчас с ним, наконец, разберем задачу третьего этапа Латвийской 71-й математической олимпиады, которую мне прислал, и я опять забыл, кто. Вот, я помню, что парень переписывался со мной, но он у меня точно в подписчиках, да, да, да. Привет, хотел сказать, солнечной Латвии, но, скорее всего, дождливой, как и в Москве, да? Вот, привет всем в Латвию. Мы сейчас будем разбирать вашу олимпиаду, друзья, а потом обсудим ее. Я думал, вот сейчас возьму и порешаю задачки. Открываю первую задачу, и вообще ничего с ней не могу сделать, вот ничего. Я, у меня какой-то затык, я впал в тормоз, впал как бы в уныние, и думаю, ну ладно, все, Андрей решит. И Андрей решил, да? Да. Ну и сформулируешь, да, ее? Ну, естественно. Тогда я, как это сказать, я могу освободить себя от этой ноши, да? Передаешь микрофон. Да, позорно передаю микрофон тебе, потому что сам с ним не справился. С первой же задачей не справился. С микрофоном не справился или с задачей? Итак, задача номер один. Докажите, что квадрат можно разрезать на 6 прямоугольников, у которых, в скобочках, у всех отношение короткой стороны к длинной равняется 2 минус корень из 2. Ну, какое-то странное отношение. Давайте запишем его по-человечески. То есть, задача номер один. 2 минус корень из 2 к одному. Ну, и здесь, конечно, надо ставить скобочки, да, а то иначе получится, что корень звука будет делиться на 1. Да. Ну, и первое, что приходит в голову, это просто взять прямоугольник с такими сторонами. Ну, более естественно, ничего не приходит в голову. Понятно, что здесь 2 минус корень из 2 меньше, чем 1. Там получается примерно 1,4, значит, примерно 0,6. Значит, какой-то такой прямоугольник я взял. Вот здесь 2 минус корень из 2, а вот здесь 1. Ну, да. Проблема в чем здесь? Проблема в несоизмеримости отрезков. Этот рациональный, ну, вообще целый, но это неважно, да, рациональный. А этот иррациональный. Значит, никакой квадрат я уже построить не могу. Значит, моя задача избавиться от иррациональности. И сразу, о чудо, пришла идея в голову. Сопряженная. Если домножить на сопряженный, иррациональность пропадет. Ну, она пропадет вот здесь. А здесь появится. Значит, нужно потом сделать что? Повернуть. И посмотреть, что получится. Блин, мне тоже приходила эта идея в голову, но ничего не вышло. Ну, надо просто попробовать. На сопряженное домножить. А на 2. И, да, 4, соответственно, минус 2, это 2. Тогда получается, чему равны стороны у этого нового прямоугольничка? 2 плюс корень из 2 и 2. Но 2 плюс корень из 2 явно больше. Так? Теперь вопрос. Куда, что прикрепить? Чтобы убить иррациональность, нужно сделать что? Давайте я мелок возьму. Вот эту штуку и вот эту штуку сложить. Это 4. Иррациональное число. То есть, если я беру и говорю, что вот к этой стороне я приставлю еще как-нибудь вот так. 2 плюс корень из 2, да? У меня чуть-чуть вылезет здесь, но это не критично. Вот здесь... Подожди, что-то я не так приставил. 2 плюс корень из 2, вот так. Это много. А там двойка. А двойка у меня получилась какая-то уж совсем большая. Она такая большая не должна быть. Но здесь непропорционально. Неважно. Непропорционально, да. Но идея вот. Что вот здесь, теперь по вертикальной стороне, я плюс 4. Вот здесь 2, а вот здесь 1. О чудо, ровно в 2 раза больше. Значит, я могу вот такой же еще пристроить. И вот эти 2 просто одинаковые. Вот это из 2. Вот эти одинаковые. Прямоугольнички. Согласен? Дело в том, что вот здесь единички, вот здесь тоже единички. А сумма дает двоечку. Так, погоди, я вылезу в кадр. Давай. Так, вот я что-то... Давай я более... Я начал резать. Я резал, мне ничего не выходит. Резал, ничего не покоит. Так, давай нарисуем по-человечески. По-человечески. Так. Вот это 2 минус корень из 2. Да. Вот это 1, вот это 1. Соответственно, получается, что если я вот такой большой пристраиваю... 2 плюс корень из 2. Вот это 2. Это 2. Вот у меня 3 штуки получилось. А почему это... Подожди, а это такое? Это такое же, да? Вот 2 здесь. А здесь 1 плюс 1. Нет, я имею в виду, что... Нет, это другое. У него отношение, это то, что нужно. Отношение, то, что нужно, да? Потому что 2 делить на 2 плюс корень из 2. Да, это 2 плюс корень из 2. Да. Ёкарный баба. Айс, устаай. Так вот, что получается. В сумме здесь 4, а вот здесь 2. Все, все, все. Значит, еще это уж такую же пристраиваю штуку. Почему я не смеялся-то? Почему я не смог догадаться? Я не могу понять. Я резал, резал, ничего. Я уже начал резать сам квадрат, и ничего не получалось. Вот так в этом и беда. Надо начать с этого, да? В обратную сторону. Ты же как-то теоретик-игровик. С конца задачку решать. Слушай, ну круто. Вообще, все тревиально. Для первой задачи, на самом деле, очень сложная. Либо ты сразу понял, что такое, и решил. Либо ты не понял до конца Олимпиады. Ну, она домашняя, как я понимаю, на неделю дается? А я не знаю. Я, кстати, точно не знаю. В комментариях напишет. Пусть напишет в комментариях, как дается эта Олимпиада. Мне казалось, что она домашняя. Ну, все. Ну, вот в аудитории эти 5 задач решить не за какое разумное время нельзя. Ну, это мы давай в конце поговорим. Ну, ладно, да. Все. Супер. Я справился, теперь твоя учета. Ну, ты меня спас от позора. Переходящий микрофон. От коррективного позора, да? То есть, если один математик тормозит, то другой не будет тормозить. Правильно? Ну, наверное. Вот так и вышло. Так, куда этот хрен нужно вставить? Даны действительные, положительные числа x, y, z. Докажите, что x квадрат плюс y квадрат делить на x плюс y плюс y квадрат плюс z квадрат делить на y плюс z плюс z, плюс z квадрат плюс x квадрат делить на z плюс x. Пардон. Больше или равно x плюс y плюс z. Вот. Вот такое неравенство. Ну, вот здесь я должен честно сказать, что думал я недолго. Прям вот не буду. Не буду, как это? Не буду принижать, скажем так, удачу, которая сопутствовала мне. Смотрите. Вот здесь хочется сократить. Согласны, да? Вот мне когда вот... Как научиться решать олимпиадные задачи? Да хрен он его знает, как научиться решать олимпиадные задачи. Каждый раз ты должен что-то попытаться увидеть. Вот мне хочется сократить, но что-то не хватает, чтобы сократить, правда? Но чего мне не хватает? 2 x, y, естественно, не хватает, чтобы сократить. Правильно? Ну, давай попробуем прибавить их и отнять. Да? Вот. Минус 2ху делить на х плюс у. Дальше мы то же самое сделаем с остальными и напишем здесь х плюс у плюс z. Да? Вот. Ну, и там все у нас положительное. У нас получается, что вот это будет х плюс у. Из этого у плюс z пойдет такое же. Из этого z плюс x. Поэтому будет удвоенный х плюс у плюс z. За вычетом удвоенного ху деленное на х плюс у. За вычетом удвоенного уз на у плюс z. Ну, и удвоенного zx на z плюс x. И это должно быть равно больше х плюс у плюс z. Ну, и натурально, значит, сокращается у нас тут все. Получается, значит, слева, справа у меня х плюс у плюс z должно оказаться больше или равно, чем, соответственно, 2ху на х плюс у. Плюс 2yz на у плюс z плюс z плюс 2xz на z плюс x. Так, ну, и как бы и вот тут на самом деле идея, что предыдущая идея так же сработает и сейчас. То есть, х плюс y плюс z, если его удвоить, а здесь учетверить все, ну, удвоить и получится 4, да? То дальше он распадается в сумму просто x плюс y плюс y плюс z плюс z плюс x. И осталось просто доказать, что это больше или равно, чем 4xy на x плюс y плюс так далее. Да? Ну, и все, потому что то, что x плюс y больше или равно 4xy делить на x плюс y, а также y плюс z больше или равно 4yz делить на y плюс z и z плюс x больше или равно 4zx на xz плюс x. Ну, это почти очевидно. Вы просто возводите в квадрат, получаете x квадрат плюс 2xy плюс y квадрат. Ну, сюда это, тут все положительно. Больше он 4xy, вычитаете, и x минус y в квадрате больше равно нуля. Все время доказано. Вот. Задача третья. Агита задумала натуральное число x, сумма цифр которого равна 2021. Константин пытается отгадать это число. Причем за один ход Константин называет произвольное число а. Ну, видимо, тоже натуральное. И Агита называет сумму цифр числа модуль x минуса. Вопрос, за какое минимальное число шагов Константин может точно отгадать это число. Причем я, ну, сразу небольшой комментарий дам, да, то есть раз минимальное число шагов, значит, должна быть оценка. За меньшее число нельзя. Да, оценка и пример. И пример обязательно, да. И вот теперь, когда Алексей сказал, вообще непонятно, как научиться решать олимпиадные задачи, я одну маленькую идейку расскажу. Давайте просто подумаем хотя бы число, у которого сумма цифр 2020. Ну, какое-то страшно большое число. Это раз. А если я еще кучу нулей припишу, в серединке или в конце, оно становится страшно неподъемным. Ну, то есть невозможно его отгадать, ну, почти. Так? Поэтому, гениальная идея. Ребята, уменьшаем сумму цифр числа, которые задумал Агита, до единички. Все, с единичкой мы сейчас и разберемся. Такие числа легко перебирать. Это один, десять, сто, тысяча, ну и так далее, да? Конечно. Понятно, что я нули могу приписывать только в конце. А теперь я что делаю? Я вычитаю единичку из каждого числа. Да, ты даешь число один. Да, я даю число. Константин дает число один. Да. И что получается на выходе? Ноль, девять, девяносто девять, девятьсот девяносто девять. То есть понятно, что вот здесь количество девято каждой раз разное. Сумма цифр 9К. Да, сумма цифр 9К. И значит, давай так, сумма цифр, пускай будет С. Да. сумма цифр сумма цифр вот этого нашего шикардос то есть наша а в данном случае а это единичка а здесь получается что с это 9к все я однозначно могу интерпретировать что у меня получилось единички идеально сработало а с двоечкой озвучка начинается проблем небольшие 2 потом 11 потом 20 но 2 и 20 похоже а вот 11 очень хотят на самом деле тоже есть приклеить похоже дальше 101 110 200 все да дальше на 1000 пошли тысяч один и так далее так далее потом 1010 но все-таки раз сумма цифр 2 у каждого из чисел значит при делении на 9 остатки будут одинаковые так здесь остаток 2 у всех здесь остаток 1 с первого шага мы единички все выяснили давай здесь тоже с единички попробуем посмотрим что получится то есть просто попробуем тоже самое сделал что было 1 10 19 о чудо девятка появилась 100 109 тоже чудо девятка 199 2 девяточки 1000 а теперь смотри то есть мы получаем числа у которых при делении на 9 остаток будет один да да потому что единичку мы забрали конечно значит вот это вот это вот это они просто вот это они просто попадают вот под эту ситуацию так значит нужно будет еще раз вычесть единичку то есть если я получил что у меня сумма цифр один я применяю вот вот просто сюда иду да да если сумма цифр 1 плюс 9 то есть 10 что нужно нужно стать одни девятки здесь я буду вычитать ну так конечно нехорошо описать да так отдельно 19 минус 10 109 минус 10 я соответственно получаю только девятки ну да здесь у меня две девятки но то есть получается что вот а первое в данном случае было один а второе просто а нет нет уже не не 10 11 11 я же вычитаю 1 и потом 10 теперь вот здесь две девятки две девятки мне мы сотня мешает ну давай я сотню беру все верно и как раз две девятки соответственно там число где вот такой вот такой вот типа да она откуда появилась из тысячи ста здесь тоже у меня две девятки значит тоже буду отнимать 100 о по количеству девяток должно быть число вида 10 степени к и получаю здесь как раз 3 9 то есть я их распознаю вот это для маленьких так я понял теперь ну по видимо точно так же должно быть все 2021 но дальше как бы я могу сказать по индукции все даже получится а к сожалению есть один маленький нюанс чисел то бесконечно много да да я не уверен что здесь индукция все хорошо поэтому алексей что такое нюансы сейчас песка я тебе расскажу не надо не надо мы так вот на самом деле решение как я понял такое если они до конца правильно расскажу оставим это даже вот слушателям добить потому что она она реально прям красивая решение такое ответ 2021 и решение стоит в том что мне нужно действительно в начале нужно выдать число один просто теперь произойдет следующее вот произойдет то что я увижу вот была сумма цифр 2021 теперь если я если вычли единицу вот если бы на конце стояла не 0 то сумма цифра будет 2020 а если 0 то она будет равна 2020 2020 плюс 9к где к количество нулей на конце то есть та же самая идея ты сразу узнал во первых если в конце хоть что-то если и если в конце есть что-то а то это уже некая информация да если в конце ничего нет то ты соответственно знаешь что в конце вот столько нулей то есть стоит 0 ты еще знаешь количество нулей ну и теперь ты должен просто а значит теперь ты должен отсчитать вот в первом случае ты первом случае ты двойку тройку и пока не возникнет вот эта ситуация то есть в первом случае ты просто щупаешь какая-то цифра в конце и в какой-то момент ты нащупал когда у тебя сброс произошел если вот 2020 сумма 2019 сумма 2018 друг бах 2017 плюс 9 там например да вот значит соответствие тоже пришел к количеству до этого сколько до нулей было то есть вот у тебя если предыдущий не 0 то после сброса он просто опустится на единицу есть предыдущий тоже 0 то будет еще одно прибавление 9 то есть на самом деле ты просто задаешь вот такие вопросы 1 2 3 и как только у тебя возникла вот эта ситуация то есть как только вышел сброс сюда ты просто отсчитываешь количество разрядов и задаешь такие же вопросы только теперь с двумя нулями на конце вот например если я знаю что к равну двум значит здесь стоит два нуля отлично 2 но не 3 значит я должен спросить 100 задать вопрос 100 да говорю 100 вот значит ну и если это не сразу возникло то на конце я с цифру слава я уже выяснил какая цифра на самом деле да то есть 100 и на конце вот эта цифра опять повторяется ровно то же самое я узнаю сколько впереди стоит девяток вот и узнаю в какой в какой-то момент значит стоит 200 или 300 то есть на каждом разе когда я дошел я его это число как бы я его препарирую по частям я уже понял остаток но скажем если было 2100 7 1 2 3 4 5 6 7 8 на восьмом шаге у меня 2099 соответственно на следующем шаге я уже знаю что было в конце 0 7 а здесь пока не знаю но точно что как минимум единицы есть соответственно 107 мне уже нет смысла спрашивать то что я уже знаю что единица как минимум есть поэтому я сразу переключаюсь на 207 207 307 407 ну 207 мне сразу дадут уже вот здесь тут окажется единица и здесь будет соответственно там 9 9 не 207 да 207 просто 900 вот будет и я опять узнаю по сумме цифр что произошло то есть я каждый раз узнаю просто следующую цифру вот так цифру за цифрой я ровно 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 и вытягиваю и каждый раз в месяц цифры я вытягиваю сколько до нее идет нулей то есть 2021 вопрос мне точно будет достаточно я полностью конструирую число почему потому что за это время каждый раз новый когда я новое число беру у него все еще каждый раз растет вот эта сумма цифр его и я убиваю как бы вот этот хвост тем самым то есть каждый раз я все удлиняю удлиняю хвост который я просто точно знаю как выглядит сто процентов знаю как выглядит и постепенно он доходится но вот в этот момент когда я нажал сто процентов я просто знаю что вот у меня получилась сумма ноль и все сумма цифр значит числа на нулю то есть с конца но это это да про проще это как бы вот просто проще увидеть начиная задавать вопросы с конкретным числом да там один два три четыре пять шесть семь восемь бах там сразу будет сумма цифр который указывает на две девятки хорошо запомнил информацию значит в конце ноль семь так сто семь нет смысла потому что здесь точно не ноль двести семь даешь так тебе значит дает ответ из которого вытекает сразу что вот эта цифра не равна нулю вот соответственно тут сразу тоже двести берешь триста пока не будет значит здесь этот самый здесь тоже не не вытянется лишнее количество девяток то есть каждый раз этот количество девяток регулирует тебе следующее количество нулей вот ну и без как бы без потери темпа я делаю это то есть это количество нулей убивается без потери темпов с таким же темпом как если бы и вообще не было нулей ну и постепенно просто я его его вот вот цифра за цифрой я просто поднимаю сумму цифр числа которые я задаю когда я дойду до 2121 то я просто полностью ее всю и и вытравлю вопрос почему нельзя меньше вот здесь я честно говоря какого-то ответа четкого дать не могу по-моему вот если я взял repunit из 2021 то я не смогу избежать ситуации что каждую цифру я должен вот на каждом разряде выяснить то есть я вот до конца строго я не могу это доказать да но вроде бы получается что вот это число я ну априори не могу никак узнать задав меньше чем 2021 вопрос по-моему даже там как они они приводили что же они приводили в доказательстве я вот сейчас не помню уже в общем там какая-то была такая четкая логика что вот если вопросов меньше то вот эти два числа будут неразличимы там никак между ними там количество нулей где-то там вот в общем ну идея в том что здесь между этими единицами можно вставлять любое произвольное количество нулей и это не регулируется вопросами вот без 2021 ну в общем скажем так это доказательство с идеей примера с идеей примера а так конечно это это такая самая удивительная из всех задач которые здесь есть просто самая удивительная и да и я прям у меня возникло уважение к автору реально глубокое уважение к автору и так задача номер четыре геома длина страны равностороннего треугольника а b c равна 15 на стороне а b отмечен точка d таким образом что воды это 5 а на стороне от с точки и таким образом что а е это 3 докажите что отрезки b и cd перпендикулярно скажу честно то есть то что геома в варианте есть это сверхность 1 на олимпиадах то что геома такая простая она именно счетно здесь возможно автор какой-то красивый решение имел ввиду здесь счет на элементарно казаться почему треугольник все стороны здесь на равносторонний где отмечены точки известны значит все априори можно посчитать задача уже решена то есть мы только услуги пристали нужно решать теперь давайте зафиксируем что он действительно решена нарисуем наш треугольничек bc теперь . d на стороне а.б. это получается до нее 5 значит здесь 10 а отцы здесь соответственно . я поближе где-то вот здесь здесь 3 значит здесь 12 и проводим два отрезочка а именно бы и cd но не как-то визуально должны перпендикулярно с 1 точку пересечения обозначу скажем . п пускай бы хочу доказать первое что мне приходит в голову сказать допустим я вообще ничего по геометрии не знаю но вообще от слова совсем но я учился в шестом классе мне говорили есть такая система карнат пожалуйста посмотри тут поскольку все точки понятно где находится значит есть я системе кардат посчитаю потом скорее произведение векторов возьму все значит решено да мне нужно эти два вектора вектор еб его карната века dc да значит что я белую делаю систему кардат значит . а начало отчета все нули ну все и 2 правда на плоскость то что работаем . е это соответственно 30 так . c 15 теперь соответственно . д мне нужно да ну я найду карната точки б карна точки бы легко находится это 15 вторых и соответственно 15 корней из 3 вторых понятно почему да я почему да потому что я взял серединку и поднялся вверх медиана бисектриса высота это все одно и то же а d получается делит а b в отношении 1 2 значит третью часть от b забираю получается 5 вторых и соответственно 5 корней из 3 все координаты векторов вектор ебэ значит из б вычитаю е получается значит 15 вторых минус 6 вторых это 9 вторых да и здесь 15 она здесь так остается нас корней из на 2 и вектор соответственно dc из d вычитают c получается 5 вторых минус тридцать вторых это минус 25 вторых из c на d стоп а да ну да неважно в какую сторону раз уж сказал что dc значит из cd 30 вторых минус 5 вторых на 25 вторых а здесь соответственно 0 минус 5 корней из 3 на 2 ну конечно просто перемножить что получается вот эти два перемножил 9 и 25 это 3 в квадрате множество 5 в квадрате 15 квадрате здесь 25 4 здесь понятно со знака минус четверка в знаменатель сразу появилась 75 на 3 225 0 все доказали соответственно векторы перпендикулярно значит и прямые тоже перпендикулярно но но я предвижу твои замечания они у тебя есть есть они у тебя есть ты просто еще них не знаешь на олимпиадах не принято решать векторами задач подъемы вот считаю что это некрасивое решение защиту я же решил ну ответ то все чтд тогда я смотрю на задачи говорю ребят давайте еще раз проговорим что дано дано все раз сюда возник мы все можем посчитать что мне нужно мне нужно конечно вот этот углу прямой да он в треугольнике bpc что мне нам приходит если восьмом классе учусь правильно докажем что теореме фагора работает в этом треугольник я все это убираю за ненадобностью никаких векторов никакой системы карната мне нет у меня есть что теременела и 1 и наверно все а терем косинусы 2 угол все раз вот здесь у всех раз значит что мне нужно найти чтобы проверить теореме фагора я знаю bc 15 нужно найти bp и pc начни нужно понять каком отношении . п поделилась соответственно оба отрезка так ну и понятно чтобы единицы да я легко могу на типа терем косинусов с треугольников а б и и а dc поехал с этого и начну значит я считаю е б ой теперь уже не вектор теперь уже не вектор потерями косинусов значит это будет а b квадрат плюс а я квадрат минус одвое произведение а b а е косинус а ну и просто подставил да что получается 15 квадрате плюс 3 в квадрате минус 2 на 15 на 3 и на 1 2 косинус 60 градусов значит 225 плюс 9 а вот эти двойки пропали и 45 180 189 нормальное число положительное теперь дальше я считаю cd квадрате снова в теореме косинусов да а d квадрат плюс а c квадрат минус 2 а d а c косинус а снова все известно остается только посчитать 5 в квадрате 15 квадрате минус 2 на 5 на 15 и на 1 2 25 двойки пропали 75 значит это 150 175 так себе тоже число но это неважно так теперь я повторяю нужно выяснить в каком отношении точка p делит нужными отрезки но что я вижу я вижу тереми не лая почему я вижу потому что я вижу кучу треугольников и прямые которые пересекают их стороны скажем треугольник а б и пересекает его прямая cd так я просто пишу треугольник а б и секущая cd пересекает сторону а б пересекает сторону б и с 5 продолжение стороны и первым работает работает поехали кстати а d а вот я сейчас ее пишу значит что я должен написать я должен написать произведение трех травей. При этом в числителе и замедателях у меня будут отрезки. То есть я беру и чередую вершины треугольника и точки, лежащие напрямую. Мои вершины A, B, E. Мои точки D, P, C. Если я стартую с вершины A, то первая точка, которую я встречаю, это точка, лежащая напрямую D. Следующая вершина B. Потом точка P. Соответственно, получается здесь B, P. Делим на P, E. Потом я иду в точку C, она лежит напрямую. И возвращаясь из точки, лежащая напрямую, в исходную вершину. C, A. И получаю произведение единичку. А теперь смотри. Смотри, сокращаем на D, сокращаем на P, сокращаем на C. Мысленно. Конечно, так никто не делает. Так? На D сократил, на P, сократил, на C сократил. A, B, E в числителе, A, B, E в знаменателе. Сократилось, получилась единичка. Красиво? Да. Ну, так делать нельзя. Так вот, теперь я ставлю 5 к 10 умножить на вот это неизвестное отношение умножить на EC. Это 12 к 15. Ой, какая умная теорема. Я забыл ее. Все, здесь сокращается, получается, двойка знателя. Здесь сокращается, получается, 4 пятых. А еще здесь двойка можно сократить, да? 2 пятых, получается, B, P, P, E. Если я правильно писал, 5 к 2. Не, сейчас, подожди-ка. Ну, давай, смотри. Да, правильно. Здесь двойка в знаменателе остается? Значит, 6 пятнадцатых. 6 пятнадцатых, это 2 пятых. Да, все. Значит, на 5 вторых. Значит, получается, что мне нужно было? Мне нужно B, P. B, P, это, получается, 5 седьмых от B, E. Да. То есть, давай вот здесь напишу. B, P, это 5 седьмых от B, E. А B, E, B, E, вот у меня-то. А сколько? 189 на 7 делится. Да, 140 плюс 49, совершенно верно. Но это не важно. Важно другое. 5 седьмых, там, получается, у меня на 9 делится, да? На 9 делится. На 7. Да, на 9 делится. Я же корень должен здесь. Я же корень должен здесь. Здесь же квадрат. Ну, да. Значит, корень 189, здесь 9 умножить на 21, то есть 3 корня из 21. Вот так осталось. А, корень, да. Да и бог с ней, так останется и останется. Теперь, соответственно, второй треугольник. Мне нужно выяснить, как он на шею точка P поделило D, C. Так? Да. Значит, что я беру? Теперь я должен взять другой треугольник. Ну, например, я могу взять A. Так, чтобы через вершинный профил. Треугольник, скажем, E, B, C брать нельзя, потому что прямая D, C проходит через вершину. Запрещено. Значит, вот у меня прямая, которая пересекает, и мне нужно... А, вот на этой стороне. Подожди, на этой стороне я уже нашел. Соответственно, на этой. Значит, эта сторона... А, ну вот тогда треугольник. A, D, C. Пересекает сторону, пересекает сторону и пересекает продолжение стороны. Да. А, D, C. А, D, C. И секущая... У меня D, C, да? Даже опять секущая D, C. А, ну, что поделаешь? А, D, C не может быть... Нет, подожди. А, подожди, 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 не, подожди. Да, да, все правильно. Нет, секущая, секущая... Нет, B, E тоже не... А, да, B, E, B, E. Я просто про секущую оговорился. Все правильно. Все, значит, откуда начинать? Ну, опять же, с любой вершины какой хочешь. Давай начнем с A. Ну, для определенности. Значит, что я должен увидеть? Я должен увидеть потом точку, лежащую на прямой, то есть на B, E. Да, значит, вот я и беру B. A, E. Нет, A, B. A. А, ну, можно было в эту сторону идти. Да, B. Ну, если хочешь, можно в эту сторону идти. Нет, давай в твою. B, потом возвращаюсь в вершину. Потом иду из вершины в точку. Из точки в вершину. C. Потом иду в точку. C, E. И возвращаюсь в вершину. А. Обалдеть, какая теорема. А, B, B, D. Получается 15 к 10. Вот это мы хотим найти. И C, E, E, A. 12 к 3. Да. Вот здесь четверка. Да. Здесь 3 вторых. Получается 6. Да? Значит, получается, что DP к PC. Одна шестая. Одна шестая. Мне-то что нужно? Мне нужно PC. 6 седьмых. PC, 6 седьмых. 6 седьмых от DC. А DC у нас с тобой, вот она, 175. Кстати, тоже на 7 делится. Это 7 и 25, кстати. Да? Значит, получается, что это 6 седьмых умножить на 5 корней 7. Но все. Мы нашли все, что нужно. Теперь заключительный шаг. Берем треугольничек. Треугольничек. А, вот здесь напишу. B, PC. И проверяем. BP в квадрате плюс PC в квадрате. Значит, 25 с 49 умножить на 9 умножить на 21. А может быть, кстати, на 189. Но там посокращаем. Вот здесь 21 с 49 сокращается. Плюс вот здесь 6 седьмых. Это 36 с 49 умножить на 25 и на 7. Да, это 5 с 7. Но 25, я вижу, выходит за скобку. Общие множители. Сразу вынес. Так? И 36 с 9, я вижу, 9 можно вынести. Так? А дальше, соответственно, что остается? 21 с 49. Правильно? Да. На 7 сократил 3 седьмых. А здесь получается 4 умножить на 7. 4 седьмых. Да. И на 49. 4 седьмых. Значит, это получается сколько? Это же просто 1. Да. 25 на 9. Все. А это 225. А это квадрат числа 15. А квадрат числа 15 – это просто BC в квадрате. Вот, пожалуйста, второе решение. Я уверен, уверен, что ни то, ни другое составители не предполагали. Да, а какой-то… Какой-то, видимо, какой-то красивый с дополнительными построениями. Но к чему я клоню. Все можно посчитать. Берете и считаете. Берете и считаете. Да. Тут, наверное, намек какой-то вот… У меня такое ощущение, что намек вот сюда. Ну, где-то окружность, скорее всего. Не сюда намек. Да нет, может быть сюда. Смотри, если прямой угол… Если прямой угол… Если прямой угол… 18 плюс… А плюс Б в степени 18 плюс… А плюс 19 Б в степени 18 является полным квадратом. То есть квадратом целого числа. Офигенно просто. Я вначале пытался… Ну, я начал по Биному Ньютону, а потом сразу понял, что это какая-то… Жуткая история. Жуткая история просто, да. И начал думать вот по-другому. Смотрите. В принципе, я попробовал по модулю 5 и по модулю 7. У меня ничего не выходило. По модулю 3 там… Ну, что-то как-то… Какая-то фигня и лажа, да. Что-то там все всегда получается там нормально. Тут я думаю, мне же здесь сразу говорится, по какому модулю это надо решать. Если у меня, да, там в 21 году почему-то участвует все еще 19-18, значит, наверное, речь идет о простоте числа 19. Но если так, то чему равно по модулю 19 и 18 степень? Два варианта. Один или ноль. То есть, иными словами, я с удивлением обнаружил, что, видимо, в 12 классе в Латвии проходит малая терема фирма. Ну, это, скорее всего, сомнительное. Сомнительное, да, утверждение? В 6 классе просто запомнили, что есть такая салтерема и рюкзмейка, делим их и все. То есть, это просто, ну, по крайней мере, это явно, да, рассчитано на малую терема фирма, да? Малая терема фирма говорит о том, что x18 равен единице по модулю 19, кроме случая, ну, короче, при x не делится на 19. Ну, если делится, то 0, естественно. И, соответственно, возникает вот следующее, да, следующие возможности, там, а и b, там, как-то делится, не делится на 19. Ну, там, а и b, а плюс b, там, 19, а плюс b и прочее. Вот. Ну, вот какие здесь возможны варианты? Вот здесь есть три выражения. 19, а плюс b, а плюс b и а плюс 19b. Вопрос. По модулю 19 сколько здесь может быть отличных от нуля чисел? Ну, здесь а, b и а плюс b. Да, вот давайте, смотрите, предположим, что среди этих чисел есть два отличных от нуля. Или три. Тогда в этой сумме, то есть как минимум, как минимум два или все три. Вот предположим, да, что отличных от нуля по модулю 19 здесь как минимум два. Тогда в этой сумме как минимум два слагаемых равны единице по модулю 19. Как минимум два или три. Или все три. Тогда по модулю 19, вот эта вот шняга, по модулю 19, вот эта шняга равна 2 или 3. А теперь, внимание, я выписываю все квадраты по модулю 19. 1, 4, 9, 16, значит, ну можно так, как ты говоришь, 16, 25 это 6, 36 это минус 2, 17, да, 49 это 13, правильно, да, 49, да, нет, 11, так, 64 это 7, потому что 57 наша любимая делится на 19 на целое. Нет, ровно половина, да, 9 квадрат это 81, и это дает 5, а 10 квадрат, да, это то же, что и 9 квадрат, да. И дальше они все повторятся. Внимание, среди них не существует чисел 2 и 3. А значит, наше предположение, что как минимум 2 из них отличны от 0, является неверным, неверным. И значит, здесь либо есть вот такое уравнение, равно 0 по модулю 19, и вот такое равно 0 по модулю 19, так? Так, либо у меня будет 19а плюс b равно 0, и а плюс b равно 0, ну, либо третий случай. В любом случае, да, в любом случае получаем, что а и b делятся на 19. Делим на 19 и продолжаем, бесконечный спуск. Так. Все. То есть, то есть, все, никогда а равно b равно 0, все доказано. При положительных мы сразу получаем, что мы не можем до бесконечности делить на 19. То есть, мы как бы что сделали? Мы сделали акт бесконечного спуска вниз, акт спуска. Если это выражение является полным квадратом, то оно должно быть равно 1 по модулю 19, либо 0. Но тогда 2 из этих слагаемых, получается, у меня делятся на 19, тогда получается, что и а и b делятся на 19. Но если а и b делятся на 19, значит, это выражение равно 0 по модулю 19. Делим просто на 19 в 18 степени, и получается для а делить на 19 и b делить на 19 просто то же самое уравнение. И значит, они тоже оба делятся на 19. То есть, они бесконечное количество раз оба делятся на 19. Значит, они оба 0. Все. Доказано. Правда, красиво? Это очень красиво. Это очень красиво. И они предполагают, что это самое сложное. Но в силу моей специфики, я люблю такие задачи. Давай обсудим весь вариант. Давай, да. Первая я просто тупил. Ну, понятно, да. Первая, на самом деле, очень хорошая, красивая. Да, красивая олимпиадная задача, прекрасная, да. Но это, на самом деле, не первая задача. То есть, ее надо было поставить... Да, это олимпиада вообще сложная, на самом деле, очень. Вторая задача оказалась техническая. Да, такая, угадать, угадать, угадать. Полные квадраты выделять. Вот это x плюс y плюс z удвоенное равно сумме. Нет, вовремя не стандартная. Стандартная задача, да. То есть, здесь любой олимпиадник ее решит очень быстро, как и я решил. Третья задача. Третья потрясающая задача. Что приходит в голову, что вообще непонятно. То есть, вообще, просто потрясающая задача. Нерешаемая задача. Да. Третья, это самая вообще... Для маленьких чисел у меня идея была. По логике ее надо будет распространить и дальше по индукции. И сказать, ну, все доказали. Но это все-таки надо красиво оформить. Да, да, да. Ну, фактически мы ее даже не дорешать. Ну, да, то есть, требует времени. Четвертое, это не импиадница. Честно. Просто школьная задача. Просто школьная задача. Обычно. Я думаю, что даже на ЕГЭ, наша задача в 11 классе, которая решает. Ну, они вообще все по голове... Сразу решат, наверное, за секунду, да. Теоремы косинцев, теоремы Нилайя, это просто... Ну, это стандартный набор, который... Минимальный стандартный набор. Да, я всем ребятам говорю. Ребят, есть пять минимальных теорем набора. Геометрии, да? Геометрии, которые вы должны просто знать, чтобы начинать решать геометрию. Теорем Пифавора, теорем Фалеса, теорем Асинцев, теорем Косин, теорем Нилайя. Ну, две из пяти сработали. Да, слушай, я теорем Нилайя узнал сегодня. Ну, здесь я у Рафа ее, естественно, знал, когда учился 35 лет назад в 58-м школе. Но сейчас вот вспомнил, да. Ну, а пятая просто красотища. Ох, да. Ну, метод бесконечного спуска, да. Вот это типичная алипиада, значит. Это да. То, что это анцисанбайнис, это я прям почти гарантирую. Ну, вот единственное, что меня смутило здесь сразу, Олимпиада, должно быть, ну, вот, скажем, та же Агита, да, 2021. Почему здесь не 2021? Да, 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 намек идет, идет намек. Это 2021, да. 2021 составные. А 19 простое. А 19 простое. Ну, что, в целом, я скажу, ребята, Олимпиада хорошая. Это очень хорошая алимпиада. Хорошая, да. Просто вообще респект. Вот, видел я разные алимпиады разных стран, республик наших бывших. Ну, вот это прямо одно из лучших. Это, видимо, школа все-таки. Школа. Все-таки было, да. Вот это вот номер один в Риге, да, вот эта школа номер один, где они все выигрывали, выигрывали, все. Это все-таки чуть-чуть. Ну, что, скажем спасибо. Маткульт, привет. Себе огромное спасибо, что ты пришел помочь мне разобрать. Спасибо тоже, что пригласил. Ну, и, как обычно, там все, в посылочку, ой, в комментариях там пишите. Что вы думаете по этой олимпиаде? Может быть, мы что-то решили не так? Или мы решили проще? Кто знает, кто знает. Геометрию, кстати, интересно узнать такое вот без этого решения. Какое-то построение дополнительное, которое сразу оп, посмотрел все, да, как говорят древние. Смотри. Все. Всем пока. Маткульт, привет. Привет, ребята. Таун.